Игра с гроссмейстером из Армении. Перейду с ним в стрелянскую защиту. Челябинский вариант и на конь Б5, Д6. То есть, скорее всего, получится классическое такое развитие с взятием слоном на Ф6. И теперь сыграю А5, чтобы эта пешка так не подвисала. Единственный мой план здесь это подрыв Ф5. В принципе, другой игры здесь не намечается, потому что у меня много слабостей. Это Д6, А5. И нужно где-то найти динамику, скорее всего. Потому что стратегически позиция просто хуже здесь. Из-за большого количества пешечных слабостей. И ослабленных полей, таких как Д5, Б5, Б6 и так далее. Слон Д3 сразу хочет разменять побольше фигур. Наверное, разменяю. И еще разменяю коня, который у него активный, стоит на Д5. Благо, что коня с С2 он на Е3 перевести не может, я сразу его убью. Получится выгодный для меня размин. Все-таки решается на коне Е3 соперник. Естественно, я размениваю слона на коня. Еще у него есть вариант переключиться ладьей на H4. Весьма неприятный для меня ресурс. Но пока что ферзь Б6 с идеей давления на пешку Б2. И при случае еще на Ф2. То есть конь Е3 будет немного подвязан. И должен будет перекрывать диагональ, чтобы на поле Ф2 не было серьезного нападения. Уже 6, наверное, единственный защитительный ход для меня здесь. А вот после коня С4 неизвестно, что делать с пешкой Д6. Правда, если он возьмет ферзем, где-то конь Ф5 может получить. Поэтому, наверное, ловушечный ход ферзь Б5 здесь будет вполне уместен. На ферзь Д6 конь Ф5 выигрываю качество. А конь Д6 брать нельзя из-за связки. То есть пока что вроде держусь. Переключается ферзь Х3 на поле Ж7. Точнее, Х7. И как все держать пока что не вижу. Наверное, все-таки пешка Д6 полетит. Х5. Так, сыграю. И если я заберу на Б2, наверное, ферзь Е6 и совсем плохо. Ферзь Д5 пойду. Уже без пешки остался. Но сдаваться еще рано. Можно здесь попробовать создать какую-то контр-игру. Например, на конь Е4 ладья Ф4 сыграть. Может еще включить потом ладью А в игру. Ход конь Ф5 еще есть. Конь Е3 сразу размены предлагает. Но это вполне естественно. У соперника лишняя пешка. Ферзь Д3. Так, пока сыграю. На ладе Е1, ферзь Е2. На конь Ф5 возьму ладьей. Хотя там же ферзь под боем. Значит, нужно меняться. Переходить в ладейник без пешки. Пока что централизую короля. Ладью нужно еще как-то включить в игру. Совсем она застоялась. Это сделать непросто, потому что он пешками всячески мешает мне это сделать. Пытаюсь в свою очередь отыграть хотя бы одну пешку у него. Может даже получится у меня есть как-то на ничью бежать. Вроде близко к ничьей. Просто хожу королем. Ну да, и удалось все-таки кое-как, еле-еле взять пол очка. Конечно, всю партию стоял хуже. Было много слабостей. Где-то соперник должен был меня переиграть. Но с учетом того, что это блиц, когда ставится на часах где-то минута, не так просто реализовать даже большой перевес. Продолжение следует...